Вега Бонды. Знаете такого? Друг Алекса Брежнева. Знаете такого? Алекс Брежнев. Помните? Тот самый дальнобойщик из США. Любитель похейтить США, соответственно. Находясь в США. Как нет? Мы же смотрели его видосы некоторые. Чел в Америке дальнобойщиком работает. Катается и бубнит о том, что Америка плохая. Так у него есть друг еще. Который занимался тем же самым. Сосил США, живя в США. Вот. Но. Он жил в США. Этот Вега Бон. Вместе они срали Америку. Вместе с этим Алексом Брежневым. Но он накосячил законами. И свалил в Россию. Этот Вега Бон. Рассказывает про то, как быстро интернет ему устанавливают. В отличии от США. То есть чел вернулся в Россию. О, вы знаете. Мне интернет тут подключили за один день. А вот в США. И короче в этом плане. Пошел покакать. О, а вы знаете. Тут туалет такой. Так быстро смывает. А вот в США. И начинается вот это стандартное. Вот. Ну и в целом. Открыл Америку. И возвышал нацию победителей. Но недавно. Этот фраер сдал назад. Говорит. В Россию и США все-таки возвращаться не стоит. Ну мы это и так и знали. А кому-то вот надо вернуться в Россию, чтобы это понять. Проблема в том, что подписота-то у него вся ватная. И они эту хуйню слышать его не хотят. Они хотят узнать, как Америка загнивает. Вот. А он эту хуйню начал, короче, транслировать у себя в ТГ. У него есть ТГ канал. Он начал писать, типа, блядь. Не надо возвращаться в Россию. А они такие, типа, ты чё охуешься, что ли? То есть они охуешься просто такие, что, блядь. В смысле? Ты чё, блядь. Вот он пишет. Купил яблоки. Они покрыты толстейшим слоем воска. Это жесть. Раньше не чистый у кожи русник. Теперь чищу. Это в России, блядь, походу, да? Или нет? Я даже не верю в это. Серьёзно? Я думал такое только в Америке. Думаю, поехать пожить какое-то время в другой стране. Здесь в последнее время тоскливо, говорит. И вообще, мне кажется, в России у меня ничего не вышло. Была ностальгия, теперь она прошла. На родину я приехал. Я это хотел сделать. Выслушивать обзывания и негатив надоело. Думаю, дельный совет на время. Думаю, чё, дельный совет на время. Надо попутешествовать. Думаю, слетать, посмотреть Китай, Ереван, Грузию, Вьетнам и т.д. Если кто-то читает из-за границы, переезжать в Россию назад точно не стоит. Слишком трудно везде и во всём. Никто вам не поможет и никому вы здесь не нужны. Не слушайте тех, кто зазывает назад. 32 дизлайка, 23 лайк. Также вот хочу вам, кстати, ещё рассказать такую историю. Одного моего товарища, который в Америке живёт сейчас. Вот. И у этого моего товарища есть товарищ, который жил в Америке около года по программе Work and Travel. По-моему. Или по визе J1. Короче, какая-то такая виза, ты типа, будучи студентом, вроде приезжаешь, по этой визе работаешь, короче говоря, учишь язык и возвращаешься обратно. Вот. И у него есть товарищ, который приехал сюда в Америку и где-то год, короче, здесь торчал. Работал там, соответственно, язык учил. Он из России, соответственно. Спустя год у него эта виза начала заканчиваться. И он начал думать, что делать? Возвращаться в Россию или остаться в Америке? У него была возможность остаться. Но он, короче, постоянно ныл. Такой, б***ь. Я соскучился. Туда-сюда, б***ь. Что-то тоска какая-то, ностальгия. Вот это, вот это. По России, б***ь. Туда-сюда. Он думал, 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 думал. И решил вернуться. В Россию всё-таки. Вот. Мы не так давно с моим товарищем встретились. Вот это обсуждали. И он такой рассказывает. Мой товарищ вчера улетел в Россию. Я такой, серьёзно, б***ь. И мы такие, короче, решили поспорить. Я говорю. Ну, я даю полгода. Вот через полгода он об этом пожалеет. Мой товарищ говорит. Ну да, наверное, примерно полгода. Ну, месяца три где-то, может быть. И всё. И как бы решили, что, ну, где-то вот три месяца, полгода. И он, короче говоря, начнёт жалеть об этом. Прошла неделя. Нет. Пять дней. Пять дней прошло. Он в итоге у себя в инстаграме записывает две сториз. С очень грустным лицом. Вот, я не знаю, я бы сейчас попросил, чтобы мне скинули. Я не буду показывать видео. Я просто вам включу звук. Звук. Чтобы вы послушали. И он там прям такую речь сказанул. Прям, я не знаю, прям. Вообще. Но он очень сильно пожалел о том, что вернулся. Так. 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 Так, минуточку. 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 алё. Алло Короче, я попросил Вот, может быть Скинет И я вам дам послушать, что он говорит Может быть кому-то из вас Это будет полезно, ну мало ли Мало ли Вы сейчас где-то тоже за границей Вам грустно Вот, вы тоскуете по родине И думаете вернуться Или не вернуться Вот А на самом деле Это у всех по-разному бывает Каждый по-разному это переживает Но чаще всего Не по своему опыту, по опыту других людей Я могу сказать, что Те, кто возвращается, чаще всего Жалеют о том, что вернулись Есть и те, кто не жалеет об этом Или я не знаю, может они так охуенно делают вид Что они об этом не жалеют Но их меньшинство Большинство все-таки Расстраиваются почему-то Вот Да Такие вот пироги Как уехать? А я не знаю, братан, как уехать Это тоже все Неоднозначно, сам понимаешь Так Так Сейчас, ребята, я вам включу Я из Украины Мне 17 Стоит возвращаться Не знаю Не знаю даже, братан Особенно через год Возвращайся Да Самое время, бро Попробуй Не, ну а че Не понравится тебе Ну, уедешь снова Ладно, 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 ладно Че вы издеваетесь-то Ну, хватит уже Не надо так Все хотят уехать, но для этого не делают и ноют Так кто все-то? Вот скажите вы в чате сидящие Неважно откуда вы Из Украины или из России Или из какой-то другой страны Казахстан, Беларусь Вы хотите уехать? Переехать? Куда? Просто Просто вот Уехать За границу Европа, Америка там А дайте опрос, пожалуйста Модерация Сделайте опрос Можно опрос, пожалуйста А я пока включу Не видео Я не могу вам показать лицо этого человека Просто послушайте, что он говорит Вот Это, соответственно, мысли человека Который Жил в Америке Почти год, по-моему Но решил вернуться Потому что Скучал Вот Где опрос Там вот появился В чате Вот 80% Нет Хотят уехать Серьезно 20% нет Это тяжелый вопрос Слушай, если Тебе так тяжело на него ответить Значит Значит ты хочешь уехать? Просто нет возможности А если бы она была Представь, у тебя сейчас Появляется в кармане Миллион долларов Ты с этим миллионом Что, останешься там Где ты сейчас? Или же все-таки Воспользуешься Этой возможностью Финансовой И поменяешь место Жительству Страну Ага Не ф*** Окей Ровно 80% Хотят уехать И 20% Не хотят Ну ладно А что делать В стране Где война И маленькая зарплата Где твари Депутаты С домами Хорошими А тут квартиры Даже нет Вообще Патриотизм Равно зомби Кто эти 20% Зомби Что думаешь Насчет Канады Как я слышал Скучная И дорогая Страна Но С дешевой Медициной В сравнении С Америкой Но скучно И дорого Поэтому Не знаю Я там не был Я там не был Я не знаю Вероятность Умереть Или сесть на бутылку Тут в разы выше Чем в другой стране Поэтому конечно же Уехать Что думаешь О Корее По северной Прекрасная страна Я думаю Что Хорошая возможность Туда переехать Тем более Что сейчас В России Вроде еще пока нет Но собираются Сделать прямые рейсы Между Россией И Северной Кореей Я думаю Что это как раз Именно та возможность Когда можно Поменять Страну А Да я пошутил Ребята Релокация В КНДР Шила на мыло 20% Уже выехали Или же женского пола А Женщины не хотят Приезжать Да Ну ладно Так ладно Давайте послушаем Вроде мне скинули видос Всем привет Я вернулся домой Какой вот у меня Знаете Итог За 10 месяцев Я понял Что в доме Меня В принципе Вообще Ничего не поменялось То есть Как оно было Как я приехал Эту квартиру Также Я себя чувствую Как я Улетал 10 месяцев назад То есть У меня конечно же И была Какая-то Ностальгия 10 месяцев назад Улетал в Америку Через 10 месяцев Он вернулся домой Я был там Но вот Когда я приехал Я понял Что здесь Все то же самое А та жизнь Которая была у меня там Она была Совершенно иная И Конечно Есть сожаление По поводу того Что Здесь Твоя жизнь Уже будет Предсказуемой И понятной Но Без каких-либо Серьезных возможностей А там Наоборот Жизнь непредсказуемая Может быть Тешелая Но что-то может Наметиться на горизонте Поэтому Как-то так Вы знаете Вот это я сейчас Видео записываю Назидание всем тем Кто Находился Или находится В такой же ситуации Как я В состоянии Неопределенности Когда вы Не понимаете Чего вы хотите Вот я Сделал Как мне кажется Но не тот выбор Который Мне стоило сделать Когда у вас Стоит Очень важный Жизненный выбор Между тем Чтобы Как-то Попробовать Свою жизнь Построить По-иному Либо же Вернуться В свои Привычные Условия Я Я скажу вам Так Что знаете Боль От Сожаления От того Что ты Что-то Не сделал Она будет Намного Более Сильнее Чем Та боль От сожаления Когда вы Что-то сделали Но у вас Не получилось Потому что Когда вы Сделали У вас Не получилось У вас Больше Нету Аргументов Чтобы Покорить Семя За то Что вы Это Не сделали А когда Вы Это Не сделали Вас Будут Преследовать Вашу Жизнь Ау Ну то есть Вы поняли Да То есть Вы поняли Да Мысль Кто-то На донате Так не вовремя Подожди Вот Джарахов Мы с тобой Да не Джарахов Это Вы Что С ума Сошли Что Какой Джарахов Что вы Несете Сами Вы Джарах Вот То есть Парень Пожалел Уже Через Пять Дней Как Вернулся Обратно Что Вернулся Обратно Соответственно Да Вот Я надеюсь Вы поняли Его мысли Вот И что он Пытался Донести До Вас Да То Что Вот Он Не попробовал Побоялся Остаться Там И теперь Ему будет Больнее От этого Потому что Он не попробовал А мог попробовать Но не получилось Ну и ладно Да Было бы тоже Неприятно Но не так Неприятно Когда ты Даже не Попробовал Поняли Да Вот так Вот так А вот так Там